Ивана Перегородина можно назвать счастливчиком. Он один из последних в стране, кто успел обучиться водительскому делу по старым образовательным программам. Уже для следующих групп курс станет длиннее примерно на один месяц и, как прогнозируют специалисты, дороже приблизительно на треть. На самом деле я не слышал об изменениях. Слышал, что друг собрался учиться в автошколе, я вместе с ним собрался пойти. То есть повезло случайно? Ну да, повезло случайно. Новые правила обучения водителей вступили в силу 11 августа. Теперь в правах будет 7 новых категорий и подкатегорий. Получить права на категорию М можно с 16 лет, а не с 14. А те, кто хочет водить легковой автомобиль, будут учиться дольше. Не 156 часов, а 190. При этом весь курс разделен на три цикла. Базовый, специальный и профессиональный, в рамках которых, как и раньше, учащиеся будут изучать правила дорожного движения, основы оказания первой медицинской помощи, устройство автомобиля, практику вождения. Появились и новые предметы, например, психофизические основы деятельности водителя. Здесь будут учить бесконфликтному поведению на дорогах. В связи с этим в штате автошколы, видимо, должны появиться психологи. Кроме того, теперь начинающие водители должны будут изучать организацию выполнения грузовых и пассажирских перевозок. Водитель, какого автомобиля, он может работать в такси, может перевозить пассажиров. Так, до 8 человек. Поэтому как-то это организовывается. Так, груз перевозят. На каких автомобилях? Опять же, на грузовых автомобилях, которые, вот, тоже ГЗЛ, тоже перевозки грузов. То есть это дополнительно, раньше такого не было? Да, раньше профессиональной подготовки вообще не было. Число практических часов по новым правилам увеличилось. Вместо 50 теперь на автомобиле с механической коробкой передач нужно будет отучиться 56 часов, с автоматической – 54. Кроме того, если раньше исчисление времени шло в академических часах, а это 45 минут, то по новым правилам продолжительность одного занятия должна составлять 60 минут. В Котласе 8 организаций, обучающих вождению. Сейчас их руководители приводят свою деятельность в соответствие с новыми учебными программами. А также закупают многочисленное оборудование, наличие которого предусмотрено новыми правилами. Это компьютеры, психодиагностические комплексы, тренажеры, видеопроекторы, учебная литература, всевозможные таблицы. Обязательны теперь и манекены для обучения оказанию первой медицинской помощи. Но самое сложное и дорогостоящее – это обустройство автодрома. Чтобы покрытие было твердое, чтобы разметка нанесена была, требование горки, чтобы она была не металлическая, не переносная, а, как говорится, стационарная. Кроме того, автодром должен быть огорожен, освещен и, главное, иметь площадь не менее 0,24 гектара. Сегодня, пожалуй, ни одной из автошкол города автодромы не соответствуют новым требованиям. Кто-то сейчас в поисках новой площадки, кто-то расширяет старую. Например, в автошколе ДОСААФ придется убрать эти многочисленные гаражи, чтобы соблюсти заданные правилами размеры. После того, как автошколы выполнят все требования новых правил, они должны будут согласовать свою работу с госавтоинспекторами. Госавтоинспекция по заявке учебной организации не обязана, а рассматривает заявку о согласовании примерных программ подготовки водителей, сейчас называется профессиональной подготовки водителей, и выдачи заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Пока никто из руководителей автошкол не подал заявку в ГИБДД. Срок ее рассмотрения – один месяц. То есть, как минимум, столько времени местные учебные организации не смогут обучать по новым правилам. Правда, по старым программам доучить тех, кто поступил на курсы до 11 августа, они имеют право. На Иване-Перегородине пока перемены в законодательстве не отразятся. Но если в будущем он захочет открыть новую категорию, скажем, С, курс будет не таким, как раньше. Теорию по переподготовке Ивану уже изучать не придется. Достаточно будет пройти практику на грузовых автомобилях.